Первый матч чемпионата в Казани, испытание не только для спортсменов, но и для казанских медиков, день прошел в пользу врачей, без серьезных происшествий. На время чемпионата языковой барьер помогают преодолевать волонтеры и диспетчерская 112. Передается мобильный телефон, обратившимся он наговаривает и соответственно диспетчер переводит медицинскому работнику, что за случай, и мы принимаем решение, куда этого иностранца дальше направлять. Пока на фестивале болельщиков развлекаются гости, Айгуль Ханова работает. Она тоже болеет, но не за футбол, а за пациентов и врачей. Волонтер в мобильной медицинской бригаде помогает переводить, чтобы медпомощь оказалась как можно точнее. Мы не только переводим, если у нас пациенты транспортабельные, мы просто должны показывать ей медпункты и сопровождать их до соответственного медпункта. Территория фанфеса вмещает в себя 25 тысяч человек ежедневно, его посещают сотни туристов. Естественно, есть и стационарный медпункт, где могут оказать необходимую экстренную помощь. Все необходимое для реанимационной экстренной и отложной помощи. Стациональная кровать, монитор, дефибриллятор, все необходимые препараты, оборудование для оказания помощи. А в другой палате у нас развернуты коек, тоже для оказания отложной помощи. Все четко регламентировано от количества и наименований медпрепаратов до оборудования. И это главное отличие требования ФИФА к оказанию медпомощи. Вплоть до того, какое количество каких препаратов и каких наименований инструментов и медицинского оборудования должно быть в тех или иных подразделениях. Всего запланировано единовременное участие 26 бригад скорой помощи, а также 12 медпунктов. Они есть и на фан-фесте, и на стадионе «Казань-арена». Оказать помощь готовы и 25 мобильных бригад. Альбина Минебаева, Амир Залюшев, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова